здравствуйте друзья вы на канале веселый инженер меня зовут андрей и в сегодняшнем выпуске интереснейшая тема называется на бреющие зуботочения забытый метод обработки зубьев действительно я совсем недавно узнал что такой метод существует и решил сразу же сделать видео поделиться с вами поэтому устраивайтесь поудобнее мы начинаем как можно обработать профиль зубчатого венца естественно есть у вас 6 цены есть какой-то профиль и шероховатость желательно вам достичь 063-125 а то есть микрометра до соответственно с такую шероховатость можно достичь несколькими способами это зуба шлифования это шевенгования это зуба ханнингования и бреющие зуботочения соответственно кстати зуба ханнингования очень интересный способ мы совсем скоро станут с ним познакомимся поэтому можешь сразу подписаться на канал чтобы в дальнейшем не пропустить это видео итак как происходит процесс бреющего зуботочения вот он такой так называемый режущий инструмент называется бреющий червяк да и сама шестеренка процесс проходит следующим способом горячее накатывание зубы или зубофрезерования а далее в дело вступает бреющий червяк который заходит зацепление с обрабатываемой шестерней на боковых поверхностях наружного диаметра бреющего червяка идет сплошная режущая кромка которая и срезает часть припуска формируя идеальную эволюенту по боковой поверхности зуба шестерни вот видите здесь вот режущая кромка с одной и с второй стороны вот они да эти режущие кромки и соответственно когда на проходит по профилю она бреет так называемый с сбривает стружку поэтому собственно и полу и появилось такое название как бреющие зуботочение наиболее экономически выгодный эффект достигался именно доработкой зубчатого венца данным способом после горячего накатывания зуба естественно если вы накатали зубчатый венец достаточно быстрая процедура да то потом доработали получили готового зубчатый венец если вам предстоит зубофрезерование потом это уже как чистовая обработка то это будет дороже потому что нужно будет использовать дорогостоящий режущий инструмент специальное оборудование и так далее оснастку технологическую поэтому будет немножко дороже ну в принципе тоже как вариант чистовой обработки и так как же выглядит режущий инструмент а именно бреющий червяк первый вариант это бреющий червяк сопроново вот так вот он выглядит как увидите да такой красивый режущий инструмент достаточно видите такой профиль здесь вот эта кромка да то есть вот этот профиль нам особо не важен важно а вот это режущая кромка под каким углом специально сделано для того чтобы нам получить достаточно хорошую эвальвенту и бреющий червяк смаркалова есть такой вот видите здесь он немножко в другой формы здесь такая вот это ловочка идет то есть получается он тоже похож конечно но имеет немножко другую конструкцию и третий вариант это авторский бреющий червяк сожалению не удалось ничего про него найти такой трапецеидальный профиль да почему именно такая форма да и как он для какого зубчатого венца он подходит наиболее никакой информации в интернете найти к сожалению учебниках не удалось поэтому если ты вдруг знаешь что завтра ски бреющий червяк то обязательно пиши в комментариях я все их читаю и люблю общаться со своими подписчиками и так поехали дальше достоинства такого способа финишной обработки зуба шестерни вот такая красивая шестереночка упрочнение поверхностного слоя зубчатого венца за счет его накатки снимаем и припуск бреющим зуботочением не более 0 5 миллиметра это позволяет оставить достаточно упрочненного слоя то есть если вы накатываете то вы снимаете всего лишь пол миллиметра и у вас получается достаточно прочный поверхностный слой за счет процесса накатывания при согласованном движении червяка и обрабатываемой шестерни вектор резания совпадает с образующей формируемой поверхности поэтому теоретический профиль близок к идеальному качество профиля зависит от точности инструмента жесткости оборудования и технологической оснастки то есть этот способ да за счет такого взаимного обката позволяет получать идеальную эвольвенту конечно при условии если у вас нет никаких люфтов минимальное биение минимальные разозоры то есть везде все стоит жестко плотно и не имеет всяких различных посторонних не запланированных перемещений там получаете идеальную эвольвенту в отличие от классического зубофрезерования где съем припуска происходит дискретно при бреющим зуботочение съем припуска идет непрерывно от вершины зуба к основанию соответственно микронеровности направлены вдоль зуба что улучшает плавность работы шестерни действительно здесь микронеровности идут вдоль до зуба и соответственно при обкатке говорят что пишут что конечно работает тише работает плавнее но опять же это только одна из теории возможно даже какая-то выдумка людей которые придумали этот способ ну это и на утку поставим небольшие припуски что позволяет уменьшить стружкообразование и сэкономить на ее утилизации тут я соглашусь полностью потому что зубофрезерования как вы знаете снимается очень много металла это питал в основном идет с маслом и процесс утилизации достаточно дорогой постоянные ящики увозить и там ну в общем это процесс тоже можно записать как достоинство недостатки обработки зуба шестерни бреющим зуботочением естественно как у каждого метода механической обработки есть свои недостатки дорогой режущие инструменты за сложной геометрии и точности изготовления но вы видели какой режущий инструмент такой червяк ну не сказать что он там прям сложно в изготовлении но все же если к примеру фрезы какой-то ли там какие-нибудь сверла до их изготавливать массово то такой инструмент это специальный будет какой-то заказ потому что не так много их применяется и не знаю пишите в комментариях применяются ли они вообще но все-таки сделать его можно но будет дорого необходимость использования сложных схем фиксации заготовки так как сильно реза не пытающийся ее повернуть намного больше чем при классическом зубо-фрезеровании естественно здесь за счет того что это как червячная передача идет до срезания то очень такие силы действуют именно на проворот заготовки если она плохо зафиксировано и если на просто по гладкому отверстию зафиксировано то достаточно сложно избежать ее проворота поэтому конечно прибегают либо шлицевая поверхность либо это какой-то шпоночный паз для фиксации либо куда технологическое отверстие но в общем надо это предусмотреть использование весьма жесткого технологического оборудования не каждый зубо-фрезерный станок подойдет для реализации такой схемы резания это да то есть не каждому станку хватит так сказать мощности порой до для нарезания вернее для осуществления именно такого бреющего зуботочения ну опять же все надо пробовать надо смотреть у зависит конечно от модуля шестерня да то есть а той схемы которую вы будете реализовать ну так пишут поэтому я не мог избежать этого недостатка достаточно небольшой ресурс бреющего червяка так как переточка происходит по наружному диаметру что постоянно уменьшает его размер точных данных по стойкости такого инструмента между переточками к сожалению большому большущему сожалению нет да вот по наружной поверхности ну предположим да что это наш бреющий червяк точно по наружной поверхности соответственно диаметр уменьшается до кромка это увеличивается то есть насколько это влияет погрешности профиля насколько перед точек и как этот инструмент насколько долго он до перед точки может работать как его стойкость до таких данных к сожалению в интернете не нашел но все таки я вас познакомил с самым главным с тем что такой процесс в принципе когда-то существовал или существует спасибо за просмотр друзья с тебя лайки подписка делись своим другом он тоже хочет узнать что такое бреющее зуботочение всем добра пока пока